Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях большой друг нашего университета, замечательный певец. Я эпитетов употреблять больше не буду, я очень волнуюсь, поэтому представлю так, как обычно представляют людей такого уровня. Народный артист Советского Союза, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Спасибо, Константин Валерьевич. Спасибо. Ну, я хочу вам сказать, я очень благодарен Константину Валерьевичу за приглашение посетить ваш скромно знаменитый университет. И хочу, несмотря на то, что у вас высокий гость, возразить им. У нас есть еще праздник, кроме Нового года и кроме самого большого и светлого Дня Победы. А День защитника Отечества. А 8 марта для настоящих участников. А 1 мая обратили внимание, как потихоньку, 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 и народ возвращается к этому ликованию всеобщему. Когда люди выходят 1 мая улыбнуться, поздравить друг друга с праздником. Россия так нуждается в празднике. Россия так нуждается в улыбке, в добром слове. И, конечно же, самый светлый праздник – это 9 мая. Я, дедя военного времени, и четко, абсолютно помню и первый день войны, и день победы в Донбассе, который я встретил. Да, это было детское ликование, но это было всеобщее ликование. Народ жил в труднейших условиях. Мы считали хлеб, который выдавали по карточкам каждому, самым дорогим продуктом. Мы любили отечество, несмотря на трудности, на голод, на холод, на разрушенное хозяйство. Мы любили свою страну, потому что это была страна-победитель. Это была великая держава. Когда шли в бой наши солдаты, они были интернациональны. Никто не спрашивал, кто из какой республики. 15 республик воевала с фашизмом и победила его. Некоторые недалекие люди пытаются переосмыслить победу советского народа в Великой Отечественной. И зря это делают. Это была победа народа. Настоящая победа над фашизмом. И я искренне вас, детей этой победы, поздравляю с праздником. А нашим ветеранам низко клави. Спасибо. Я прошел путь, абсолютно ничем не отличающийся от моих многих сверстников. Закончил горный техникум. Закончил государственные музыкально-педагогические институты в Негнессе. Я отслужил срочную службу в рядах Советской Армии. Нет ни одного практически места на территории бывшего Советского Союза, которого я не посетил. 53 года я выхожу на эстраду. 42 года я в браке со своей любимой женой. У меня 7 внуков. Я живу нормальной жизнью. И я горжусь тем, что вы меня приглашаете к себе. А то, что Константин Валерьевич меня назвал большим другом, это меня ко многому обязывает. Потому что большим другом вашего высшего учебного заведения должен считаться тот, кто посильную лепту вносит в жизнь вашего коллектива. Ну что ж, коль вы меня назвали другом, постараюсь достойно отработать. Я не знаю, начну с того, что вчера вся страна и весь университет Федорова отмечал день рождения Константин Валерьевич. Когда-то я спел Константину Валерьевичу песню «Хотите, подпойте мне?» Не могу я тебе в день рождения Дорогие подарки дарить Но зато в эти ночи весенние Я могу о любви говорить Я признаюсь, от имени всех присутствующих, от имени и моих оскорблений. А теперь я понимаю так, что сначала я спросил у Константина Валерьевича, какая формула нашей встречи и какой регламент. А что мне сказал Константин Валерьевич? Да, в общем, приходите, мы с вами хотим пообщаться, поговорить. Но на всякий случай захватите пару фонограмм, может быть, что-нибудь споете. Что я, собственно говоря, и сделал. Я захватил пару фонограмм, что я попытаюсь сейчас исполнить. Естественно, будет аккомпанемент записан, а я попытаюсь что-то исполнить. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вы мне как-то вернете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что все мы здесь Сегодня забрали И кто-то очень близкий И тебе сегодня скажет Как здорово, что все мы здесь Сегодня забрали И все же с болью горли Мы тех всего-то вспомним Чили не вина, как раны На сердце запекли Мечтами и песнями Мы каждый долг наполнили Как здорово, что все мы здесь Сегодня забрали Мечтами и песнями Мы каждый долг наполнили Как здорово, что все мы здесь Сегодня забрали Вески и мороженые Ты обнимаешь нежно Струла скультамэка Продзит дубу и рыб Качнется дубом неба Большой и звезды снежны Как здорово, что все мы здесь Сегодня забрали Качнется дубом неба Большой и звезды снежны Как здорово, что все мы здесь Сегодня забрали Следующий Качнется дубом неба 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 Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались с ней. О, теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, ты в детских кроватях несешь. И поэтому славится, ничего не случится. И поэтому славится, ничего не случится. КОНЕЦ Мне кажется, что солдат Смерть не страшна, с ней не страшна, с ней не страшна. КОНЕЦ Смерть не страшна, с ней не страшна, с ней не страшна. Смерть не страшна, с ней не страшна. Смерть не страшна, с ней не страшна, с ней не страшна. Смерть не страшна, с ней не страшна. Субтитры подогнал «Симон» 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 Поэтому я ветераном, а если вы подпоете, молодые, то это будет и вашим поздравлением. Хочу исполнить песню фронтового шофера. Через реки, горы и долины, склойся огонь, бургую и черный дыр. Мы били машины, обезжая мир, по путям дорожкам фронтовых, как тут дорога фронтовая, не страшна нам поддержка любая. А помирать нам хватовата, если у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и несток. Шли бы дни и ночи, трудно бы лочь, но паранку не бросал шофера, пусть дорога фронтовая, не страшна нам поддержка любая. А помирать нам, рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам, рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, оденем штатским лицом, эта песня волосил дымет. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых, безъещеных, дорог, как тут дорога фронтовая, не страшна нам поддержка любая. А помирать нам, рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам, рановато, есть у нас еще дома дела. Ну и, конечно же, мне хотелось бы поздравить всех вас, всех нас, всех с этим самым светлым праздником. С Днем Великой Победы! Ветераны сидят, Ветераны сидят. День Победы! С Днем Великой Победы! Днем Великой Победы! С 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 Днем Великой Победы! День Победы День Победы Дорогие друзья, у меня есть очень важные сообщения. Дайте мне, пожалуйста, этот документ. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, профессорско-преподавательский состав, дорогие ветераны, должен огласить вот этот документ. Решением ученого совета Московского государственного статопечати имени Ивана Федорова 25 марта 2013 года народному артисту СССР, профессору депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иосифу Давыдовичу Кобзону за выдающийся вклад в патриотическое воспитание молодежи присваивается звание почетный профессор Московского государственного статопечати имени Ивана Федорова. КОНЕЦ Спасибо огромное, Алексей Давыдович. Будем считать, что сегодняшнее выступление это было профессорской лекцией. Правда, дорогая? Уважаемый Константин Валерьевич, уважаемые присутствующие, спасибо за честь, спасибо ученому совету и спасибо всем вам за то, что вы поддержали это решение. Я горжусь тем, что я уже на протяжении нескольких лет являюсь почетным профессором Московского государственного университета имени Ломоносова. А теперь я являюсь еще и почетным профессором вашего университета. И я прекрасно понимаю, что в этой символике, в этом я представляю, сколько нужно отработать для того, чтобы оправдать это высокое звание. Я вам обещаю, во всяком случае, поддержать честь и достоинство этого высокого звания своими поступками, своей жизнью, своим участием в жизни нашего университета имени Федорова. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.